С 1 марта мы были оккупированы. У нас был волонтерский штаб, мы кормили людей и мы доставляли лекарства. Первый раз это был космос. Много людей были ранены, задержаны, некоторые убиты. Это в попытке этой дороги жизни привезти лекарства в город. Мы были какое-то время в блокадном ленинграде. Была часть людей, с которыми мы изначально, в первые дни, когда пошли все эти заварушки, мы встретились, проговорили много моментов. Сделали спящие партизаны. Кто-то был активистом. Много людей проснулся сами по себе. Кто-то что-то умел. Одни ребята в первые дни, когда только заходили в город, приехали и говорят, давайте столкнем железнодорожный состав по магистрали искусственного, чтобы он лежал вперёд дороги и не было технику перебрасывать. Разогнали, положили стопперы. Вагон спрыгнул лёгко вперёд рельс. Другие там сливали топливо с канистр, с терн. Когда была оккупация, выслеживали, расстреливали, травили, взрывали. Баловно было. Мы знаем, что горки полюбляют мягкие алкогольные нападения. Специально для них предпочитали вот такие батеревские смузы. Я собирал информацию для военных. Очень много информации. Потом, когда мы начали работать с партизанами, мы собирали информацию для партизан. Мы выслеживали лаборантов. Некоторые люди получали долгое время деньги и не думали, что будет какое-то наступление, будет война. Они такие, типа, что нужно? Вы нам даёте тысячу долларов, да? А мы тут что-то рассказываем про Россию, скрепность. Они же даже не сильно включались. Пришла методичка биолаборатории, разделение Украины. Ну, окей, почему нет? Они не думали, что в какой-то момент придёт и русский мир пришёл и заставил их что-то делать. ФСБ это, знаете, как чертёнок на левом плече, который постоянно находится рядом. И он такой, хочешь, помогу? Да? У всех была разная история. У тех, кто удалось следить. У кого-то когда-то взятки отмазали. У кого-то от какого-то ДТП. Кому-то должность помогли. У ФСБ широкая сфера влияния была в городе. Хочу показать вам, что у нас всё хорошо. Херсон живёт и процветает. Есть просто профессиональные ватники, которые изначально скрепные, с чётким душком русского мира. А есть городские сумасшедшие люди, которые ни при каких обстоятельствах не могли реализовать себя в жизни. Наверное, нужно совершать самообман со словами «незалдай жизни и независимость», а нужно начинать задумываться об обретении воли. У нас один коллаборант, он какой-то язычник, он по весне землю трахает для того, чтобы плодоролье было. А антиваксеры какие-то... Я понимаю, что это смешно, но это люди такого формата. Они там лапки из говна шьют и рассказывают, что это полезно. И они даже не столько коллаборанты, это психически нездоровые люди. Им хотелось какого-то признания общества, им хотелось, чтобы их идеи пошли в мир. Этого не могло быть ни при каких обстоятельствах. И они такие... Ну, приходят русские и они такие, что ты хочешь? Он такой, я могу вам помогать и землю трахать. Они такие, ну окей, весна не скоро, а помогай сейчас. Военных был приказ с гражданской инфраструктурой и гражданским не взаимодействовать. Когда пошли митинги, когда люди полезли на технику, они выехали из города. Нам тогда казалось, что мы победили. Мы показали, что из нас не нужно освобождать. А потом в город зашла Росгвардия СОБР. То есть это силовики, которые конкретно работают с населением. И вот тогда пошли репрессии. Многих знакомых убили. Многих знакомых забрали. Ну, у меня... И ребята, которые были партизанами, я знаю, что некоторых расстреляли. Ну, те, с которыми я конкретно работал. Мне приходилось маскироваться, ходить подворотнями, переулочками. На тот момент я уже наделал дел на несколько расстрелов, скажем так. Ну, меня успели там предупредить, потому что сначала они пришли не по тому адресу, где я был. Ну, мне очень повезло. Я буквально там за пару дней до съехал с того адреса, по которому я ходил. У меня, как у шпиона, было четыре паспорта. Вот там были и нарисованные паспорта, и ворованные паспорта, и какие-то полулегальные паспорта браконьерские. Ну, там... Я не знаю, как они их делали. Ну, короче, они у меня были. По ним и перемещался по городу, имел заготовленные телефоны с цифровыми личностями, которые соответствуют паспортам. На каждом телефоне я там пролистывал определенные поисковые запросы и вел себя, как бы, вел тот человек, именем которого я представляюсь и профессией, которую я представляюсь. Мне написал профессиональный гример. Да. Говорит, Константин, в опасности давайте я вам помогу изменить внешность. Я такой, ну, придет время, я к вам обращусь. Я так на это посмотрел, типа, ну, мы же тогда еще жили в реальности, там, типа, две-три недели, контрнаступление, там. Вот. И я такой... Ну, для меня это показалось какая-то криповая ситуация. Какой-то... Какой-то человек мне пишет и говорит, я... Григорьев, поменяю внешность. И я такой... А потом я такой... Здравствуйте, вы, кажется, говорили, что можете помочь. Волосы перекрашивал, внешность менял. Ну, я не... Я не хочу... Ну, у меня даже цветные линды были. Цвет глаз менял. Очень-очень помог маскарад. И я выезжал с разобранным ноутбуком. По легенде, у меня сгорела видеокарта. Это... Это невозможно проверить без технического вмешательства. Ээ... И... Видеокарту там нужно распаять шлейф и ее прогреть на паяльной станции. Ээ... И я вот с этим пакетом, с кучей вот эта плата, деталей. И они такие показывают, что у тебя. Я такой, ребята, пожалуйста, только болты не рассыпьте. Я ж не соберу. Вот там шлейф оторвется. Давайте я сам покажу. Ну, и они смотрят, ну, ботан с материнской платой и кучей каких-то непонятных деталей. Они такие, все, собирай и уваливай. Вот. Они мне даже сумку не проверяли, ну, потому что... Настолько... Я настолько задротом вот выглядел, что... Ну, они такие, типа... Ну, по тебе видно, что ты там вообще к этому... Вот ко всему окружающему... Никакого отношения не имеешь. Я такой... Да. Как же вы правы. Я приехал, я ж... Я ж думаю, что здесь люди бегают, что-то носят там... Кто-то патроны подает, кто-то их там клепает на станке. А я смотрю, тут люди в кафе сидят, винишко пьют. Воздушная тревога, они такие... Как-то душно здесь... Я такой же... А что здесь происходит вообще-то? Ну, быстренько давайте. Там люди в пыточных сидят. Вы что? Я выехал из оккупации на войну. У меня, ну... Не оккупация не закончилась, война не закончилась. У меня просто появилась возможность более... Более эффективно применять свои... И... Возможность на войне. 2 2 3 3 2 3 4